Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы нас любите, вы нас не любите. Мы уже не первый раз встречаемся, мы представимся на этот случай. Меня зовут Елена Бухман, я больше 17 лет работаю в сфере семейного устройства. Раньше в государственном учреждении, сейчас в центре «Промама». Я психолог центра «Промама». С Натальей мы вместе обычно проводим тренинги и обучение специалистов. Здравствуйте, меня зовут Наталья Скалова, я психолог центра «Промама», провожу тренинги с нами вместе и консультирование, занимаемся в приемах и всяких других семей, не только приемных. И сегодня как раз мы хотели поговорить о том, пришла нам эта идея и тема по ходу нашего тренинга. У нас в тренинге есть такая тема возрастное развитие ребенка. И практически в каждой группе мы заметили, что столкнулись с очень такими серьезными заблуждениями, потенциально распространенные. Широко распространенные. Да, из группы в группу они повторяются очень люди, не знакомые, которые с собой не связаны, но имеют практически твердое убеждение, практически все имеют твердое убеждение, что вот в какие-то моменты нужно делать, но так, а не иначе. И это касается не только потенциальных приемных родителей, которые, может быть, не имели опыт общения с детьми, но и людей, которые вырастили своих детей или растят своих детей, и думают, что нужно делать именно так. И чем эта тема хороша? Она очень, тема занятия нашего, я имею в виду, она очень структурированная. То есть мы берем взрослую ревнику от маля до 21 года, разбиваем ее на общеизвестные периоды, которые от кризиса до кризиса. Есть общепринятое такое разбиение возрасту. Да, возрастная периодизация. И по каждому периоду мы действуем по следующей схеме. Значит, мы просим людей назвать, какие потребности этого возраста, ребенка, вернее, есть в этом возрасте, какие у него есть возможности в этом возрасте. Ну, например, что может сделать ребенок от нуля до года. Какими достижениями он может похвастаться к концу этого периода, в году, например. Что ребенок, чего он достигает, с чем он должен прийти к этому возрасту. И про ведущую деятельность. То есть чем ребенок должен заниматься в этот период. Преимуществами. Что самое главное, он должен делать в этот период. Понятно, что от нуля до года это не учебная деятельность. Да, там от семи до двенадцати. Это не игровая, собственно, преимущество. Да, хотя никто ему не мешает играть в этом возрасте, а ребенку от нуля до года никто не мешает обучаться какими-то, ну, понятно, что теми или иными способами что-то осваивать. Вот. И вот такой схеме мы предлагаем сегодня построить наш вебинар. Вот мы будем говорить о периоде, о том, какие потребности, возможности, братья, да, достижения, и о том, какие люди пропускают ошибки, когда воспитывают ребенка вот такого возраста. На чем они основаны. Вот, наверное, так, да? Ну да, прям по порядку. И по ходу дела я буду, наверное, записывать какие-то, ну, хотя бы просто вот периодизацию о каком возрасте говорили, да, и что. Не знаю, что. Значит, начнем прямо с начала этой шкалы, то есть возраст, молодец, возраст от нуля до года. Сейчас как, с чем мы столкнулись на группе, когда... Ну, с потребностями. Значит, относительно потребностей ребенка. Ты предполагаешь, расскажи, какие они должны быть. Да, конечно, какие есть потребности, да, а потом вот с чем... Я бы начала с того, как раз, с облуждения, а потом... Ну, можно и так. Ну, понятно, что есть потребности индивидуально взрослому, именно матери, которая будет держать на руках, будет кормить, будет управлять потребность, потребность в базовом уходе, можно сказать, стабильности, защите. И это, в общем-то, основная потребность ребенка. И при наличии, так сказать, недостаточно материнского внимания ребенка формируется привязанность, иначе она, как бы, не формируется, реформируется неправильно. Значит, с чем мы... Про привязанность можно, иногда немножечко добавить, наша аудитория, так и на большинство, это не специалисты, а просто, да, родители. Хорошо, что мы поняли. Можно понять, все-таки, ну, говорим со специалистами или с родителями, в основном. Ну, да, если нетрудно, можно как-то отозваться. Да, потому что мы будем тогда строить социальности от этого, будем... Пока будут отзываться, все-таки про привязанность, на всякий случай скажу, да, как формируется механизм привязанности у ребенка, нормы, почему это очень важно для дальнейшего его полноценного развития. Когда ребенок рождается, у него появляется первая потребность, это потребность в еде, да, и когда он чувствует какой-то дискомфорт, и он еще не различает, да, на самом деле, что это за дискомфорт, то ли ему холодно, то ли ему жарко, то ли ему хочется есть, то ли ему там мокрое, то ли ему просто хочется к маме на ручке, он начинает подавать сигнал. И первое, что делает мама в своей жизни, она учится в своей совместной жизни с ребенком, она учится потихонечку распознавать это сигнал. Когда ребенок сигналит о том, что он хочет есть, она его слышит, она какое-то время выдерживает там, ну, не знаю, пока она подготовится, чтобы его покормить, да, ребенок ее зовет, она через какое-то очень короткое время удовлетворяет его потребности в еде, ребенок успокаивается, он понимает, что его потребность удовлетворена, у него такой первый опыт появляется, он успокаивается и до следующего, до следующей потребности, да, до следующего дискомфорта. Потом он может сигналить о том, что он хочет не есть, а пить, например. И когда мама там сначала может ошибаться, удовлетворять не то, он ей опять же будет подавать сигнал о том, что нет, это не то, что у меня сейчас случилось, а мне, пожалуйста, вот то-то. И таким образом мама приспосабливается к ребенку, ребенок понимает, что мама его слышит, мама его видит, она о нем заботится, и каждый раз, когда он подает ей сигнал, она на него реагирует, не оставляет его без внимания. Таким образом, один, другой, третий раз, вот так день за днем, у ребенка формируется понимание того, что он здесь нужен, что его здесь слышат, его любят, его видят. И, в общем-то, делают все, его не бросит. Его никто не бросит. Даже если вот про этот период, про период флустрации небольшой, мы тоже говорим, что обязательно должен быть. То есть нельзя удовлетворять потребность ребенка до того, как он о нем заявит, до того, как он захочет что-то сделать. Все равно нужно какой-то период. Видите, что ребенок таким образом потихонечку получается выдерживать вот тот самый интервал, который, ну, который в последующем, да, в жизни, ну, пригождается. То есть не вот винда положит прямо сейчас, но уже потихонечку начинает понимать, что стоит чуть-чуть подождать, и я это получу. Вот. Просто терпение, выдержки. Да. Ну, разумеется, речь идет не о том, что пока ребенок не закричит, вы не берете на руки. Конечно, это не об этом. А именно вот о таких потребностях. Не будете его переодевать в сухое, да, пока он там не намочит пилет. Примерно об этом ведь. Или пихать в него там еду и воду, когда он еще не проголодает. И мы подчеркиваем, что вот это как раз то, что дети не получают в учреждении. Что дети, которые находятся в учреждении, вот они их кормят по режиму. Не тогда, когда ребенок хочет, а тогда, когда положено. Он может еще не захотел, но уже покормили. Может быть, когда он захотел, он слышит и не приходит на его крик и не удовлетворяет его потребности. Поэтому формирование привязанности, оно связано именно с наличием такого взрослого, ну, как правило, все-таки это мать, ну, или человек, который взрослый, какой-то, который... Одного стабильного взрослого. Постоянного взрослого, которому ребенок уже привыкает, то есть он реагирует все время как-то определенным образом, предсказуемость есть какая-то в его поведении. Да, и в учреждениях как раз этого нет. Даже там есть очень хорошие нянечки, очень хорошие воспитатели, да, то каждый раз это сегодня одна тетя, завтра это другая тетя, и у ребенка происходит некая вот ну, разрозненность такая в его восприятии, да, что все-таки нет одного человека, к которому бы он мог привыкать. Сегодня привыкли к одному, завтра приходится перепривыкать, потому что что такое маленький ребенок? Он же живет запахами, да, он живет сенсорным восприятием мира, запахами, там, вкусом, ощущением тела, тепла, там, температура тела, слышит голос, да, он еще не воспринимает мир через ракцию, он воспринимает это через сенсорный канал. И поэтому еще, кстати, по ходу можно сказать о том, да, мне кажется, уже надо говорить по ходу, что какие-то возбуждения. Ну, да, в связи с этим как раз, вот о том, о чем мы сейчас говорим, у родителей часто возникает, очень часто им говорят о том, что младенцам нужен режим. Главное – строгий режим, что вот эта стабильность обеспечена строгим режимом, что вот кормить, если надо шесть, значит, это будет шесть, а от него не важно, что там он кричит или что, надо приучать, он говорит, к строгому режиму. То есть это как раз то, о чем мы только что говорили, что он получает в учреждении. Да, и про учреждение еще нужно сказать то, что вот, собственно, про одного единственного взрослого, да, то, что он это и получает. И поэтому ему некому привязываться, ему некому, да, но я сказала уже, еще просто хотела дополнить, что для ребенка такого возраста один день в жизни – это очень-очень много. То есть нам кажется, что дни быстро летят. Для такого маленького ребенка один день – это целое, в общем-то, целое событие в его жизни. И здесь нужно подчеркнуть, что за этот период развития ребенок получает максимум в процентном соотношении, да. Может, период возраста от нуля до года. От нуля до года, да, вот в этот возрастной период он получает там процентов 70, наверное, того в процентном соотношении развивается, чем он получает в последующие изменения. Больше всего изменений происходит в организме, в его возможностях. Да, и чтобы вот можно было бы об этом убедиться, можно порекомендовать посмотреть фильм «Джон», которым это очень хорошо показано и очень хорошо чувствуется, что происходит с ребенком всего за 9 дней в его жизни, там в очередной минуте в качестве рекомендации. Про строгий режим сказали, да, что ничего хорошего, потому что у каждого человека, если вы даже по себе можете судить, что вы, кто-то привык ложиться раньше, кто-то привык ложиться позже, кто-то ест в одно время. То есть у каждого есть свои, все равно биологические часы, и день и ночь, там, понятно, что существует, да, ночью желательно спать, днем бодрствовать, но речь идет о смещении. Если у вас ребенок просит есть в 6 часов, значит, его нужно покормить в 6 утра. Если он проголодался, допустим, вечером поздно, значит, нужно его покормить вечером поздно, несмотря на то, что откинуть все эти вот шаблонные представления, потому что это вредно, плохо, это капризы, да, еще он капризничает, чтобы не спать. Вот, ничего подобного. Ребенок, если даже он капризничает, чтобы не спать, у него есть на этой причине, значит, он пока еще, возможно, либо не хочет спать, либо он уже перегулял, либо пропустили тот момент, когда ему действительно нужно было лечь спать. По вашему представлению, это было бы рано, его собьется режим, собственно говоря, чей режим собьется? Ваш, да, получается, что за заботой, ваша, там, наша, забота в основном о себе, а не о ребенке. Ну и вообще, у вас все приучения, ребенка к режиму в основном, на самом деле, подразумевает заботу о себе. Ну да, и еще мне очень нравится, вот маленького ребенка, зачем приучать, а как же он в школу пойдет, да, нам до школы еще, Бог знает сколько, вот как раз можно быть уверенным в том, что если вы не будете продавливать свой режим и приучать его в таком маленьком возрасте, именно к этому, вот в школу как раз пойдет более благополучно, все это естественно выровняется, все естественным образом придет в какую-то так называемую норму, норму для него самого, и ему будет гораздо проще иметь свои, больше свободы, да, в своих нормах и правилах, и проще будет подстроиться, собственно говоря, под нормы и правила других. Да, где-то, возможно, он их будет терпеть, но он будет их терпеть, зная, что у него есть какая-то там отдушина, он в ней будет себя хорошо чувствовать. Еще одно из заблуждений, что, ну, когда же это как бы не заблуждение, как бы лозунки, да, лозунки, что нельзя приучать к рукам, часто, что вот, да, взять его на руки, а вот как вот, если он кричит, то как взять, успокоить, покачать, да, а вот все-таки к рукам нельзя же приучать так вот все время. На шею сядет. Да, на шею сядет, и вообще приучишь к рукам, и как-то всю жизнь, типа, там, носить на руках, да, до 50-ти лет его. Ну, наверное, все понимают, что как бы все равно с рук он там далеко-то слезет. И, в общем, и, так сказать, отношение на руках, вообще близость такая физическая, но для ребенка очень важная, и не даром придумывать, так сказать, у нас сейчас появятся тоже всякие такие грушки, которые дают возможность просто с ребенком ходить, не спускаясь, то есть он все время в контакте находится с матерью или с отцом. И ребенка это тоже очень важно, он как-то, то есть для него и защита, и стабильность, и информация даже какая-то, которую он получает. Ведь не даром, ожидая этого возраста, ребенок не умеет ходить. Да, все его существо, существование говорит о том, что его нужно носить, его нужно, если вы его положите в кроватку и будете там растить в кроватке или в манеже, соответственно, вот его развитие, оно и будет ограничиваться кроваткой там, игрушечками, безусловно, не круглые сутки, не 24 часа. Но чем больше вы носите, держите ребенка на руках, тем больше вы в него вливаете, вкладываете ту уверенность, что сейчас вот ему, что ему будет комфортно, да, что если о нем заботиться, о нем все время думать, про него всегда помните. То есть вы наращиваете вот эту вот самую уверенность в себе, уверенность в своих силах, в будущем, то есть закладываете такой хороший, плотный, прочный фундамент. Если же вы ребенку кидаете в кроватку периодически только в 8 раз в день, да, как пишут в книжках, или сколько там целуете, безусловно, этого очень мало. Очень хорошо ребенка укачивать, да, на руках, не в юрке, не в кроватке, а именно на руках. Ну, насколько позволяет ваш физический, ну, вес ребенка, естественно, да, ваше состояние. Но в любом случае, еще раз, можно сказать, что тактильный контакт в этом возрасте, это тот источник информации, которым ребенок пользуется. Еще даже вот, наверное, можно сказать про то, что с 3 месяцев, да, что с 3 месяца ребенок считает, что начинает играть. Проект хотел сказать. Нет, про то, что даже про то, что ничего страшного, если мама выйдет на работу. Ну, да, что нет, да, ну, мама выйдет на работу, он будет няня, ну, мы наймем няню, и, ну, скажите, кто-то будет, или кого-то будем там находить, вот, то есть, ну, мы про это говорили, что это получается, все-таки не настолько как-то ужасно, как в учреждении, когда там просто сменяется все-таки персонал, но все-таки это будет не мама, это будет именно няня, и, значит, большую часть времени с ребенком, ребенок будет проводить не с мамой, а с другим человеком, привязанность будет сформироваться именно к нему. И на маму будет формироваться очень сильная глубинная обида, на самом деле, потому что это все равно будет расцениваться как мини-отказ, да, такой вот микро-отказ, безусловно, она там приходит вечером домой, все такое, но целый день ребенок ждет его сознательно там дальше в этом возрасте безсознательно, но все равно ждет и не скучает. Кроме того, к заблуждениям относятся, что в этом возрасте у ребенка еще нет ни предпочтений, ни собственного, ни мнения, что нет никаких предпочтений, он как бы не может, не может что-то там нравиться, что-то мне нравится, поэтому как бы родители все определяют, все, что ему надо. Предпочтение как бы, они все равно, все равно ребенок, как сказать, это живое существо и что-то ему все равно что-то нравится, и даже, если, так сказать, он на грунтном скармливании, когда мама что-то поела, ему молоко нравится, что-то другое, ему оно не нравится, то есть ему какие-то есть все равно, собственные вкусы, собственные предпочтения. И опять же, для того, чтобы они формировались, это как-то надо реагировать. Потому что опять же, то, что происходит в учреждении, что там никто, естественно, не реагирует на это. И детей кормят всех одним и тем же. Положено какую-то там давать смесь, им ее дают. Прикорма это тоже, да, касается. Вот ребенка там начинают когда сок давать, там, или какие-то продукты, овощи, да, там, где-то в 4-5-6 месяцев. Кому-то нравится, кому-то нет. И здесь речь идет не о пользе, да, давай ешь, это полезно, а то мы не выросли, или там еще что-то. Вот речь как раз идет о том, что ребенок уже пытается демонстрировать собственный вкус и собственные предпочтения. Да, это не значит, что если ему сейчас не нравится яблочный сок, там, лишиться какой-то кучи витаминов, и потом никогда это улучшится, как лакошек. Нет, значит, ребенку нужно давать банан, например, потому что он более сладкий. Ну вот какие-то такие вещи. Часто родители очень, не знаю, очень переживают, говорят, ну надо же, это же врач сказал, что нужно... Врач лучше знает, что нужно есть ребенка. Да, и то, что у него нет еще не только предпочтений, но никакого темперамента. Ну, а характер начинает, конечно, формироваться, там, если коза, но темперамент вам заложен уже, да. Да, плюс к этому есть предпочтение терморегуляции, да, какая-то у всех детей, есть мерзлявые дети, есть наоборот такие вот жаркие, да. Нет, надо путать. Вот такая вот температура воздуха, значит, там три байковых пеленки и прочее, прочее. И все вот это вот речь идет о подавлении, в общем-то, уже с самого начала, с самого рождения, подавлении его воли и желания. Ну, вот, поэтому мы вот стараемся довести до наших там родителей, до приемных, ну, в смысле, всех, кого мы обучаем, что это не совсем так, что ребенок, понимаете, как-то уже вам даже об этом пытается сообщить. Ну, и основное заблуждение, тотальное, я бы сказала, это то, что вообще представление ребенка, что ребенок до одного года, он ничего, так сказать, не понимает, не соображает и не помнит. Вообще, он чистый лист, который можно взять и писать на нем, все, так сказать, все за ново. И с этим связано представление о том, что тайна усыновления, ну, так сказать, нужна, и она, если ребенок ничего не знал, ничего не помнит, если его усыновить вот до, особенно до одного года, ну, даже некоторые считают, что он чуть-чуть постарше, но все равно ничего не помнит, и лучше ему вообще ничего не говорить, потому что он с ним был до этого, потому что он не вспомнит, и тогда он не будет травмирован, тогда он будет как свой, и тогда ему будет лучше, он будет думать, что он будет все время, сказать, что это его родные родители, что они родили его, и с самого начала о нем заботились, и он был, так сказать, все время в благополучной обстановке. Понятно, что это совершенно не так, потому что ребенок все равно помнит о том, что с ним было в самом раннем возрасте что-то не то. И он этого не помнит сознательно, но это только даже хуже, потому что он как бы не может это вывести в сознание и проанализировать, что, собственно, с ним было не то. Помнишь, что-то не то было, какой-то он не такой. И вот эти родители тоже какие-то не такие, почему-то они с ним делали что-то нехорошее. Если это они, то это значит, что они с ним делали что-то нехорошее. То есть как-то они его бросали, как-то вот даже думают, что вот эти родители, значит, они его как-то бросали, как-то они, значит, в общем-то они не очень надежные. Вот. И это вот то, о чем мы всегда предупреждаем, особенно тех людей, которые хотят брать, усыновлять маленьких детей и сохранять это самое тайное усыновление. Мы предупреждаем всегда, к чему это может привести. И привести это может к тому, что ребенок, поскольку в нем есть, если живет это сознание того, что что-то не так, и он начинает в этом направлении как-то еще и копать. И более того, в подростковом возрасте может и докопать. Потому что в подростковом возрасте это может быть мы когда дойдем по более подробно скажем. В общем, когда и, так сказать, свои родные дети иногда подозревают, что вообще, так сказать, не мог такой хороший я появиться у таких вот каких-то вот отсталых родителей. И возникает подозрение, что вообще-то говорят, на самом деле меня и подбросили, меня как-то так усыновили, вообще придумают себе какую-то такую историю романтическую. И если что-то хотя бы в этом направлении подтвердит его подозрение, и найдутся какие-то документы, или кто-то там что-то скажет, что-то он на это настроен, на получение такой информации. В общем-то он раскопает. Как правило, все вот эти тайны усыновлений, они очень часто как раз раскрываются, когда ребенок достиг подросткового возраста. Ничего хорошего это не дает. Хорошо, если как бы это все-таки отношения не разрушатся полностью, но в всяком случае мы притерпим серьезные испытания. Да, ну еще просто хотела добавить про то, что очень повышенная тревожность у ребенка от этого появляется, это дети все, 100% дети с повышенной тревожностью, да, и заниженная самооценка в какой-то, в той или иной степени. Ну, я очень люблю эту самооценку, ну, как бы так оно и есть. И вот тут есть вопрос, про то, что может ли это обусловить аутоагрессию, да, безусловно, может, дети себя по каким-то, они не понимают, по каким причинам, естественно, они это не осознают, но они себя не любят, да, они себя пытаются как-то в худшем случае наносить себе увлечь. Да, совершенно верно. Как работает специалист в книге жизни, в том числе и книга жизни, безусловно, но это скорее вопрос уже отдельный, это к детскому психологу, да, вот, как бы, если вы, то есть это вопрос психолог, там, детский, да. Ну, у нас, собственно, был вебинар Татьяны Панишевой, который про это рассказывал, может быть, если есть возможность, если он должен, я, по-моему, поднимать, кем она проводила. Ну, да, то есть это отдельная работа, мы сейчас, как бы, об этом не можем, но книга жизни, безусловно, в том числе и работа с психологом, и обязательно работа с родителями, работа с родителями на тему, вот, если тайна усыновления есть, то ему надо каким-то образом лишиться этой тайны, вот, и у ребенка пропадет тогда, это только предположение, да, тогда часть тревоги у ребенка пройдет, и возможно, что, вот, и работа с ним на тему того, как он хороший родитель, постоянно должны ему говорить о том, что они его любят, о том, что он хороший, о том, что все, 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 нет. Нет, ну, отдельная тоже история, как говорит ребенку о том, что он приемный, так сказать. Это все тоже понюшено, да, она очень хорошо об этом может рассказать. Вот, и, ну, тут еще вот одно такое, ну, это совсем ерунда, да, то, что, заблуждение, что ребенок в 3-4 месяца начинает играть с игрушками, это не поем ничего, он не начинает играть с игрушками, он просто манипулирует предметы, он исследует мир, это, ну, почему просто заметочка такая, что ребенку в этом возрасте не нужно много игрушек, потому что понятно, что новорожденные там все приносят, кому-нибудь в вашей квартире превращается в игрушечный магазин, в магазин игрушек. Вот, не нужно, не нужно этого делать, все равно у него, если вы там помните, малышей или у кого-то не свои, сейчас малыши, заметите, что все равно есть предпочтение к какой-нибудь там одной, двум, максимум, трем вещам, да, с которыми он предпочитает не расставаться, пусть это будет какая-то старая замусоленная или наоборот, что-то такое страшное, яркое, которое вам кажется, что, а, вот еще мне понравилось, тут сказали, что ребенка формировать вкус надо уже в этом возрасте, поэтому нужно покупать ему все самое-самое вот лучшее, самое изысканное, самое красивое. С одной стороны, да, с другой стороны, простите, пожалуйста, как вы будете формировать вкус, если ребенок не видит перед собой как бы ассортимент, да, в этом возрасте речь идет не о вкусе, а просто об исследовании мира, и он должен видеть все и яркое, и неяркое, и блестящее, и тусклое, и колючее, там, безопасное, естественно, да, и мягкое, то есть весь ассортимент, который вы только можете предоставить, он должен пытаться это понять собственно сам, руками, там, глазами, да, языком и еще чем-то. Поэтому вот ассортимент все-таки должен быть с одной стороны большой, но это не обязательно должно быть куча игрушек. Если он, как, почти какого-то старого медведя, которому еще ваша мама, может быть, играла в детстве, ради бога, значит, ему сейчас вот это нужно. Ну, пожалуй, наверное, если есть какие-то, может быть, у вас дополнения, какие-то вопросы, смотреть, а так, наверное, дальше... С этим возрастом, наверное, закончим, да. Дальше возраст, да, вот это... Знаешь, вы мне сказали про достижение, про возможности, да, что стяжение, самое главное достижение к возрасту одного года, это то, что ребенок начинает ходить, да, то, что он делает первый шаг от мамы в сторону, да, и это является первым, собственно, актом его отделения. Когда мы спрашиваем родителей, как вы думаете, когда нужно у детей начинать уже отпускать? Ну, когда? Ну, лет там 13, особо продвинутые говорят, ну, в 7, когда в школу пойдет, да. На самом деле, психологический процесс отпускания ребенка происходит именно с самого первого шага, когда он от вас отошел. Что он этим демонстрирует? Раньше вы были в процессе слияния друг с другом, да, вы его носили все время на руках, он был ваш, и ваша речь состояла в нестелении единственного числа, там, первого лица, ну, забыто наверняка, да. Вы присоединяйтесь к ребенку и говорите, мы погуляли, мы поспали, мы покушали, да, там, и так далее. И до года это нормально, это, это в принципе процесс слияния, которые необходимы и вам, и ребенку, вам для того, чтобы лучше его понимать, ребенка для того, чтобы чувствовать себя безопасно. Когда ребенок делает первый шаг, он на том самом факте, он сообщает мама, я пошел, я уже чуть-чуть подрос, я уже двигаюсь в сторону, я сам, да, что произойдет там, должно произойти в 3-м годах. поэтому психологически нужно пытаться уже как-то перестраиваться на то, что ребенок начинает двигаться в сторону от вас, потихонечку, маленькими шагами, начинать хотя бы с того, что не стремение, уже способно говорить, ты, да, а это я, это ты, а это я, ты попушил, я поел, да, там, ты поспал, я поспала, и так далее. И вы тем самым облегчите вот этот процесс сепарации в будущем, в подростковом возрасте, да, это будет проходить уже менее болезненно, а то некоторые так и говорят, там, мы поженились, мы вышли замуж, мы поступили, мы защитили, и так далее. Ну, пожалуй, вот это, да, забыли сказать. Так, можно, это уже к следующему возрасте. Значит, в возрасте 1-3, то есть ребенок, поскольку он уже от матери отделился, он же начинает осознавать, вот, что его тело, это вот его рука, а это вот мамина рука, и как бы они совершенно разные. потребность продолжения развития, продолжения исследования мира, при этом никуда не девается потребность в заботе и уходе, поскольку сам он еще себя этим обеспечить не может. То есть понятно, что ребенок еще требует тоже постоянного внимания матери, но тут его нельзя оставлять одного. Что особенно важно, что он уже может куда-то там перемещаться достаточно шустро, может куда-то там залезть, и куда-то что-то в процессе своего исследования мира, что-то начать исследовать, то, что, в общем-то, исследовать вовсе не надо, не нужно, то, что опасно. Вот это важно еще как бы уметь обеспечить безопасность ребенка, поскольку, опять же, исследование – это его основная потребность, надо об этом помнить. Опять же, здесь продолжается деятельность, это манипуляция с предметами, но тут уже более, так сказать, больше физических возможностей. То есть предметы могут быть самые разнообразные, тут могут быть и мелкие предметы, которые ребенка стараются убирать, чтобы он их в рот не засунул, но под контролем лучше, чтобы у ребенка была возможность манипулировать мелкими предметами, потому что это все-таки мелкая моторика, она влияет на развитие мозга. Ну, это касается конструкторов вот этих вот, да, больших, которые просто там ребенку не объявивают эти детали своими крохотными ручками, что они развивают, ну, что-то они развивают, безусловно, но наряду, может быть, с таким конструктором желательно иметь что-то помельче, но смотреть и с ребенком самим вместе сидеть и уходить там далеко, да, потому что это просто уточнило, что это не заняло потребность в этом возрасте. Я уже прочитала, но сейчас продолжу, там у вас сейчас ответим, закончусь, и потом ответим. Значит, что, ну, по-моему, уже нам сказали, что он, как бы, наверное, должно быть, да? Здесь происходит самое главное, что он исследует мир, и если вы будете как бы ему в этом способствовать, то чем больше позволено будет ребенку, тем лучше он исследует мир, тем больше шансов у него, как бы, развиваться дальше полноценно и зародить вот этот интерес к познаванию самому, да, вот не учиться потом не из-под палки, потому что это надо, потому что, знаете, стоит оценка и так далее, а зародить вот такую вот любознательность к исследованию мира, что дальше будет очень важно, чем вы видите в следующем году. Ну, и оградить его все-таки от опасности, чтобы он понимал, что это, в общем, достаточно безопасно, если соблюдать какие-то, ну, необходимые правила. То есть понятно, что надо ограничить его исследование, чтобы он не исследовал какие-то химические вещества, да, которые у вас в доме находятся, там, все на это лекарство, как-то, кончаясь стиральными порошками. То есть это просто должно быть куда-то убрано и вне зоны его исследования. находиться. Ну, как бы, чтобы он не не выпадал и закон у вас при исследовании, опять же. Не тыкал ножом, не лазил в розетку чем-нибудь там и не выбегал на ульчину проезжую часть. Вышел. Даже и одетым. Вот. И это то, от чего, как бы, следует прохранить. Все остальное, ведь надо ему, вот, как бы, руководить его этими исследованиями. Понятно, что его нельзя оставлять без контроля, именно, чтобы он не залез на запретную территорию, но, так сказать, не. Все остальное должно быть, все, что не запрещено, должно быть разрешено. Он четко должен понимать, что запрещено, и оно запрещено всегда. Ну, да, выбирать просто с глаз, чтобы не провоцировать, например, там, украшения, если у вас где-то, ну, просто, например, на туалетном столике лежат, до которых он может дотянуться, или, опять же, какие-то вещи, чтобы просто не провоцировать. А все остальное, то, что у вас стоит, то есть идея в том, что не надо делать из квартиры такое вот стерильное помещение, обитое ватой, да, где бы ребенку было безопасно, и вообще ничего бы не угрожало, не угрожало его жизнь. Потому что впоследствии он все равно из такого помещения должен выйти в реальной жизни. Как бы его все-таки надо приучать к реальной жизни, но под контролем, конечно. Вот нам рассказывали в последнюю группу один из последних, что раньше в Америке было такое, это был эксперимент, я так понимаю, что детям покупали новорожденные шлемы или каски, там, да, и вот они в этих касках, чтобы они не бились об углы или КДМ когда падают. Да, чтобы было безопасно. И оказалось, что когда эти дети выросли, они получали травмы с большей, большей вероятностью, большей легкой, потому что они не научились размерять свои движения с возможностью оберегаться от того, что вот это может быть опасно, это может быть больно и так далее. Здесь вот нужно, самое главное, соблюдать некий баланс, это самое сложное, да, между тем, что можно разрешать, что категорически нельзя, да, а что нужно делать с осторожностью, приучать ребенка уже как-то самому, естественно, там, обжечься в плиту, это не то же самое, что там чашку, дотронуться до чашки с горячим чаем, да, поэтому, но все равно это один и тот же процесс, конечно, вот это вот горячо, да, а здесь будет то же самое, еще горячее, да. Дальше, да? Давай, может быть, ответим на вопрос, потому что он правил, про предыдущий год. Да, значит, что правильно ли вы приучили, ну, все читают, поэтому не будут, да, читать, я думаю, что, я думаю, что это хорошо, и возможно, у него, ну, не знаю, приемный ребенок или рано, вот, тревожность повышенная, сосет палец, и тревожность повышенная, там, это тоже, то есть он сосет палец, чтобы себя, естественно, успокоен, да, как-то утешить, и если вы его имеете возможность спать с ним рядом, в этом нет ничего, на самом деле, плохого и ужасного, значит, у него, приемный, а, приемный, ну, тем более, понятное дело, что он в кроватке спал лучше, чем на руках, потому что ему это было привычно, естественно, вот, поэтому то, чтобы сейчас вы его научили понимать руки, и он компенсирует этим самым, те три месяца, которые он провалялся в кроватке, один, для его вообще никого не брал, ни на руки, ну, как-то, да, вот так вот, с любовью, поэтому он сейчас это добирает, 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 он не будет с вами до свадьбы спать в одной костели, это совершенно точно, вот, но вообще-то в идеале, конечно, нужно потихонечку после трех, вот, после трех лет, буквально, да, трех лет еще можно ответить, вот, если даже момент, то хотя бы частично как-то вот его, может быть, перекладывать, да, когда он уснел, то есть все-таки после трех лет уже нужно немножко отделять, но с другой стороны нет ничего в этом сейчас, страшного, наоборот, это очень даже хорошо. В общем-то совершенно понятно. Да, хотя малыша, я как бы перевести в кроватку, но вы же не будете с совсем, вот, вообще в идеале, конечно, ребенок должен спать в своей кровати, да, поэтому здесь у вас речь идет о том, что ему нужно это компенсировать, поэтому он выбирает с ночи. Возможно, что ему не хватает этого днем, поэтому если вы переключитесь на днем, если вы имеете возможность днем с ним спать, месяц, вот это было бы вообще, и договорить, что днем вот, тем такая, ночью, все-таки у тебя есть своя кроватка, да, и тебе там, что-то, может быть, даже похитрить, как-то, да, что тебе там под подушку какой-нибудь купить, что-то, 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 если вы будете какие-то маленькие игрушечки, да, под подушку класть, ну, то есть тут вариантов массы, можно как-то об этом потихоньку разговаривать, или, опять же, я предполагаю, что днем не хватает ему рук, днем укачивать на руках, и как можно, ну, уже будет, ну, дальше, давайте. Вернемся к возрасту 1 и 3, да, вот, значит, какие распространенные заплуждения, значит, почему-то все считают, что здесь уже потребность в общении с другими детьми появляется, вот, как же они там в песочнице, там, что-то вот друг с другом как-то такое вот общаются, надо эту потребность им обеспечивать, вот, такой потребности пока нет, если как бы общение-то происходит, то оно происходит по мере необходимости, и потому что ребенок сильный, он пока на других детей, он реагирует тоже как не объекты исследований, поэтому то, что он там стоит кому-нибудь там в песочнице долбанул, совочком, песочком обсыпал, песочком обсыпал, да, и он просто исследует, что вот с этим предметом будет, если с ним так поступить, то есть это, опять же, поскольку это манипуляция с предметами, в этом ничего не было, а родители часто ой, это ужас, он такой жестокий, что же он здесь, что с ним растет садистом, вообще начинает только за это ругать, и... Другому больно, да, не обижает, ему еще непонятны эти вот термины, обижать, да, делать другому больно, он еще не опилирует такими... он еще только-только попонял, что он вообще отдельное тело, отдельный организм, а тут как бы чтобы понять, что другой, это вообще как другой отдельный организм, который так же себя чувствует, это он только должен, в общем, к окончании этого периода, в этом периоде пока рано, поэтому совершенно потребности такой нет, и поэтому если то, что раньше ребенка отдавали в этом возрасте в ясли, это совершенно ему не на пользу, есть возможность лучше без этого обойтись. Значит, еще часто возникает, что ребенок, если он играет, опять же, в той же самой песочнице, где-то такой, что надо его приучать делиться игрушками, а то он начинает плакать там или драться, если у него пытается кто-то там взять игрушку, а игрушками надо делиться, иначе он вырастет жадным, эгоистом и вообще каким-то ужасным совершенно человеком. Ну так вот, ребенок пока не может ничем делиться, потому что у него пока еще нет понятия собственности, пока нет понятия, что это вот эта вещь моя, а вот та вещь чужая, и особо у ребенка это понятие сформировалось, он должен, не надо заставлять этим делиться, как раз он должен привыкнуть, что эта вещь его, и потом прекрасно сформируется и сказать, понятие своей собственности, и уважение к чужой собственности, и стремление делиться, когда есть такая потребность, когда, ну, в разумных пределах, да, когда действительно хочется это сделать, а не когда там почему-то просто вот надо родителей похвалили. Вот, но до этого совершенно не надо заставлять его ничем делиться, потому что, в общем, это совершенно ребенку в этом возрасте не органично, это не является его потребностью делиться чем-то. Да, здесь еще нужно просто добавить, вот, наверное, немножко, потому что вопрос в два, именно вот в два, вот мы как раз и подчеркиваем, просто хочу еще раз это подчеркнуть, что именно про возраст говорим, один-три, что у ребенка нет потребности общаться с другими детьми, у него нет потребности социализироваться, он только-только отделился от мамы, ему нужно исследовать мир собственными глазами, собственными, как бы вот руками и всеми делами, ему до других предметами, три посолочков, ему до других нет никакого дела, то есть, вот о чем мы еще раз можно подчеркнуть, о чем мы говорим, откуда заблуждение от незнаний потребностей каждого возраста, да, то есть, если у вас возникает вопрос, надо или не надо, да, сразу раз потребности в возрастной психологии полистайте, да, потребности возраста прямо с ухим языком написано, да, потребность значимых взрослых сохраняется в два года, ребенка, да, можно уже оставлять без мамы там, подольше, да, там может быть на полдня, на целый день, тоже не очень хорошо, но все равно он будет скучать, если вы думаете, что в два года можно оставить ребенка бабушке и поехать отдохнуть, можно, да, ничего не случится с ним ужасного, но он будет очень скучать, он будет очень вас ждать, и у него заложится все равно какой-то кусочек обиды на то, что вы его бросили, оставили, у него еще сохраняется вот это вот чувство того, что он он мамин, да, он мамин и папин в идеале вы должны проводить как можно больше денег. Песочница это, извините, пожалуйста, социализация не ребенка, а социализация мамы, после реабилитации, можно сказать, мамы после вот этого сидения там с ним, да, 24 часа в сутки маме хочется выйти в виду и немножечко от него уже отклеится, да, поэтому это мамина потребность сидеть в песочнице с ребенком, пока он там немножечко с кем-то занимается, то есть ничего плохого нет, пришли в песочнице, вот ровно столько, сколько ему там хочется, да, сидеть, заметьте, что они там сидят и строят кулички сами с собой, как только появляется новый объект, то начинается конфликт, начинается, долго они играть между собой нервно не могут, совершенно точно, вот, поэтому как раз идет речь вот об этом возрасте. У нас вопрос вопрос. Да, и 4-5 лет примерно смещаются на норму, конечно, все смещается, смещается, и более того, про следующий возраст будем говорить, потребность социализации появляется ближе вообще к 7 годам, вот в 6 лет отдавать в штат это самое время, вот, вообще-то по-хорошему, потому что ребенок готов к этому возрасте, но это мы вот перейдем, да. Ну, правда, про девицы с игрушками Елена сказала, и вот то, чтобы очистить квартиру, сказали, да, что, ну, как-то не надо, и сохраняется вот это вот представление о том, что у ребенка нет собственных предпочтений, собственных каких-то желаний, да, вкуса, и все это полный. у него еще не сформировался, он еще ничего не знает, что ему хочется. Да, да, ему хочется, он начинает его формировать, да, я вот все время на группу привожу пример про свою подругу, рассказывая о том, как у нее дочка там в 3 года, в 2,5 года и там, ну, в каком-то таком возрасте она не могла надеть одинаковые носки, она хотела ходить в разных носках, она вот просто до истерики, да, убилась с того, чтобы надевать разные носки, да, подруга никак не могла вообще понять, что-то, что-то с ней происходит, вообще, могла, что может у нее какие-то отклонения, или просто просила бы в носках, почему бы, то есть, таких носочек, она говорит, ну, это же так красиво, понимаете, то есть, вот у ребенка есть свое представление о жизни, о мире, да, он их формирует, он их проверяет, он их испытывает, это вот про красиво, а вторая история с ней же была, она не могла носить колготки, вот, знаете, появились, когда были раньше там советские, вот эти вот ужасные, которые растягивались, потом появились тут все красивые колготочки, их сейчас, сейчас советские, конечно, уже не найдешь, вот она не могла носить вот эти вот красивые финские колготочки, тоже, также делась в истерике, пока ее не спросили, а что, почему-то вот эти, чем тебе эти там нравятся, драмы уже все растянутые, какие-то страшные шипки, перезашипки, они не липнут к ногам, то есть у ребенка совершенно четкая есть причина для того, чтобы что-то делать или что-то не делать, да, и если он у вас истерит, у него есть эта причина, и поэтому можно хотя бы немножечко об этом поинтересоваться, прежде чем давить на него, навязывать ему свои собственные методы. Если ребенок не гуляет с ровесниками на два года, это скажется на его развитии очень даже хорошо. Если он общается со взрослыми, в это время, вместо того, чтобы гулять с ровесниками, со взрослых он получает гораздо больше пользы, больше информации о мире. Конечно, от ровесников он еще ничего не умеет. Вот, еще одно заблуждение, что он начинает играть в этом возрасте, он не, поэтому-то ему не надо с ровесниками, потому что он играть еще не начинает, он продолжает манипулировать предметами и копировать поведение взрослых. Вот и все. То, что он у вас начинает там в куколке там что-то вот варить, может быть, какой-то суп, он копирует ваше поведение. Вот и все. Почему? Потому что еще фантазия его, она, чтобы играть в ролевые игры, на фантазии, нужен богатый свой, собственный опыт, да, богатый, понятно, и представление о мире. Его к этому возрасту еще нет, оно только в процессе формирования, поэтому здесь не нужно думать, что дети в этом возрасте да, они друг к другу играют. Ну вот, теперь не бойся переживать. Дальше, ну что, про это, ну, по-моему, все, да? Да, ну, если есть какие-то вопросы, пишите, пока перейдем к следующему возрасту, да, трех за семьми, да, школьный возраст. Ну, пишите. Задача, задача, какая у этого возраста самая главная потребность, это в познавании уже познанный мир попытаться присвоить как-то себе, да, а как мне обходиться с этим познанным вот миром, как я в него буду встраиваться. Поэтому это возраст почему и возраст первичный возраст творчества, да, ребенок впервые начинает пробовать творить. Заблуждение здесь в чем родительство, что в этом возрасте ребенку надо определяться с его талантами. Это и да, и нет, как бы, да, с одной стороны, если вы видите, что у вас прямо вот ребенок одарен в этом, можно попробовать его в эту область, там, не знаю, балет, хоккей, да, все же требует раннего начала. Музыка почему? Музыка, ну, в принципе, музыки начинают, ну, да, музыка, опять же, там, пение, вот это вот все, но только попробуйте, если даже у вас ребенок вот супер одарен, но он не хочет это делать, или он это делает хорошо тогда, когда это не в режиме, понимаете, я тебе сказала, штука, ребенок этому возрасту еще не должен вот попадать в рамки режима учреждения, а если вы его талант запихиваете в эти рамки, то этот талант начинает сам себя, в общем-то, поедать, потому что здесь нахлестывается, без режима, без учреждения вы этот талант, ну, как, как его, да, если вы в хоккейный там отдали его клуб, это там тренировки, это по часам, а он у вас с удовольствием играет на площадке тогда, когда ему хочется, вот здесь в чем засада и ловушка, поэтому, если хотите развивать талант, то максимально избегайте вот учрежденческих каких-то вот этих рамок в этом возрасте. Дальше, да, дальше это нормально. И еще нацеленность на достижения все время, то есть, то, что у ребенка потом, как бы, сформировать, что замена мотивации, что он будет не, что-то делать не для того, чтобы, не искон, не с бескорыстного интереса к страсти, к познанию, чтобы получить одобрение, чтобы все лучше и лучше что-то делать, и это происходит такая подмена. И подмена, и это вообще верная дорога к получению ребенка наркотической травмы, когда его любят не за то, что он, в принципе, есть просто такой, как он есть, а за то, что он приносит хорошие результаты, да. даже если вы напрямую ребенку не говорите, он это чувствует. Он чувствует, что если он получил медальку, то все радуются, если он не получил медальку, даже если вы ему говорите, ну не расстраивайся, это уже посыл того, что это повод для расстройства, что ты что-то там не вытянешь, да. Вот, поэтому здесь творчество, нужно быть очень-очень аккуратными и не пытаться, опять же, я повторюсь, вот засунуть ребенка вот в эти рамки, потому что он только тогда у вас будет продолжать это делать, когда это будет доставлять ему радость, удовольствие. От чего он начинает твориться? Не от того, что его, ну он где-то это увидел, да, и пошел копировать, а от того, что у него есть потребность, у него есть потребность выразить все то, что он набрал в предыдущем возрасте, это как-то вернуть теперь миру в своей вот форме, в той, которая ему не заступит. То есть это некий такой ответ миру. Вот я, мир, вот я с тобой познакомилась с этим. Ты, да, а это вот я теперь, я с тобой вот так вот обращаюсь. Поэтому социализировать-то его как раз тоже не особо нужно в этом возрасте. Да, вот, кстати, про социализацию, то есть тоже одно из соблуждений, что ребенка нужно социализировать как можно раньше, поэтому нужно его, даже если есть возможность, чтобы он в сад не ходил, там есть какие-то бабушки, ребенка надо отдать в сад, потому что как же он же должен привыкать расти в коллективе, так сказать, иначе он вырастет эгоистом. К решению. Да, 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 и к режиму, и вот ограничивать свои возможности взаимодействия в коллективе. Надо его прямо с 3-3 года его сразу отдать в садик, чтобы он там вот-вот-вот учился. И, так сказать, в школу пошел уже подготовленным, прошедшим огонь, воду, медной трубой. То есть не детство ребенку обеспечить, а с рождения готовить его к взрослой жизни трудностям, да, и к тому, что он всю жизнь жить в коллективе и общаться с людьми. Да, это, конечно, так, но вот абсурдно делать это через голову, да, через голову всех возрастов, которые для этого совершенно не предназначены. То есть в принципе в социализации вот уже Наташа говорила, что ребенку, в общем-то, нужна уже где-то к шести годам и не раньше, вот в шесть лет, ну, в пять, в шесть лет начинаются игры, вот эти ролевые игры, игры с правилами, потому что дети играют между собой, вот это, в общем-то, к пяти, к шести годам только появляется. Они никак ни в три, ни в четыре. Потому что три в четыре это никаких вот игр между собой и никакого, так сказать, никакой пользы такого взаимодействия дети не получают. Поэтому если как бы нужна какая-то вот тренировка перед школой, то лучше отдать вот на год где-то, если есть такая возможность, ребенка, детский сад. То есть когда у него потребность как раз появляется с кем-то играть в эту ролевую игру, вот тогда уже можно говорить о сферсии. Он может где-то это делать и не обязательно в детском саду, может быть как есть какие-то возможности обеспечить это во дворе просто. Ну да, в любом детском коллективе. Что же мы по-моему про творчество сказали? Когда ребенок попадает в школу в совершенно защищенном, далеко не душевного, вот об этом и речь идет, что он попадает как раз в защищенном, у него защита другого рода. Тут понимаете какая речь о какой защите идет? Не от рессировки. То, что вы его отдаете в детский сад рано, тогда, когда ему еще не нужно это, когда он еще по маме плачет. Вот вопрос, люди, почему все дети, ну за редким исключением соглашусь, что бывают такие, которые спокойны, но большинство детей, подавляющее большинство детей плачет, когда идет в детский сад. Не потому, что им надо рано вставать, потому, поднимите своего ребенка рано, когда вам идти куда-то, не знаю, вместе там в лес за ягодами или в зоопарк или в кино, он у вас встанет, как миленький, и первый встанет еще и вас разбудит. Если вы его поднимаете в сад, то первая оговорка «я хочу спать», да ничего, он не хочет спать, он не хочет идти в детский сад, он не хочет с вами, без вас там находиться. Вот, поэтому потребности у него такой нет и быть не может. а тот факт, что вы его туда засовываете, вы что делаете? Вы просто натаскиваете тупо, вы его дрессируете. Конечно, он после такой дрессировки придет в школу и будет там всем, может быть, мстить, да, вот зато он уже окреп, он уже под рот, он уже знает, как, и он на слабом, может быть, будет отрываться, да. Вот, то есть, вот эти вот драки и отрывания на слабых, это может быть результатом вот такой вот жесткой дрессировки в раннем детстве. А если вы его хорошенечко вот напитаете вот этой вот уверенностью, да, своим супругом, он прекрасно пишется в коллектив, если это коллектив, который ему подходит, да, если это только не идет речь о том, что ваш ребенок там какой-то чувствительный, очень нежный, да, и попадает в коллектив, ну, бывает, да, подберется там народ такой-то. Можно всегда подумать о том, что просто перевести ребенка в другую школу. А так, в принципе, и учителя, учителей надо выбирать, в смысле, первый класс ребенка нужно выбирать не школу, а первый класс нужно выбирать учителя ребенка, да, потому что сейчас перейдем к этому возрасту. Ну, вот уже, собственно, и перешли, да. Да, возраст, значит, следующий от семи до двенадцати, младший среднешкольный. Значит, какие тут потребности? Тут появляется уже потребность некоторой социализации, наконец-то. То есть, ребенок уже отделяется от родителей настолько, что без них находится уже целый день, и целый день он находится с другими значимыми взрослыми. То есть, значимые, сначала вот в младшем школьном возрасте все-таки больше значения имеют не ровесники, а учителя. То есть, поэтому все помнят, что ребенок в этом младшем может там влюбиться по учительницу, она одна пока, она же классная руководитель, она же как бы первая-единственная учительница. Мама двигает. Да, что вот там Марья Ивановна сказала вот так-то, и мама, мам, ты это не знаешь, ты не понимаешь, а Марья Ивановна сказала вот это и вот это вот правильно. Вот, что родители с удивлением начинают понимать, начинают уже ревновать к этой Марье Ивановне, которая, значит, ребенок с утра-дона превознулся. Ну, если повезло, конечно, с Марью Ивановной, бывает, что не везет. Но опять же, как уже Наташа сказала, Марью Ивановну надо выбрать. Потребности в обучении у ребенка нет. Вот это сразу надо сказать, потому что многие говорят, что какая потребность у ребенка в этой бодрости, потребность учиться. Потребности учиться вообще не бывает. Потребность есть в развитии и познании мира. И это может входить с процессом учебы просто в полное противоречие и иногда убивать эту потребность вообще на корню. К концу школы часто у детей потребность вообще в познании мира сходит на нет. потому что когда в том виде, в каком ребенку эти знания в него вкладываются, они иногда эту потребность не только ее не удовлетворяют, но совершенно как-то блокируют. Поэтому тут может быть забота родителей в том, что как-то попытаться компенсировать негативное влияние школы в этом плане по возможности, ну опять же и выбором школы и не контролем, как сказать, отслеживанием того, что с ребенком в школе происходит, что собственно там компенсация может быть некая в другом месте, в другом коллективе в школе, потому что многие ее вспоминают, говорят, а у нас в школе было там как-то не так, но зато я ходила в художественную студию или в театральную студию или в альпинистский кружок или там куда-то, где есть коллектив, который единомышленники, в котором интересно, который ребенок потом вспоминает, даже если он не стал недоверенными альпинистом, то он все равно вспоминает об этом как о некоем социуме, в котором ему было комфортно. То есть здесь как раз речь идет о потребности ребенка в социализации. Мы на группе делаем одно упражнение, предлагаем вспомнить себя, нарисовать так называемый виртуальный школьный автобус, нарисовать, вспомнить, как они ездили на экскурсию с классом в четвертом, пятом, шестом, седьмом классе вот в этом возрасте. Ну, вот вспомните себя, если вы такой вот кто помнит историю, которую рассказывает в салоне, очень-очень мало кто, да, есть дети, как раз вот те дети любознательные, любопытные, которых, наверное, заложили раньше вот эту историю про познание мира, про развитие, да, вот эти дети помнят, на самом деле, о чем была экскурсия, ну, может, не в подробностях о чем, но вот что-то их впечатлило, какие-то... Например, это их интересовало. Это их интересовало на тот момент и как-то потом, конечно же, это ввелось все в кружево, да, общего развития. Поэтому все равно большинство детей хотят возиться, тусоваться на задниках, объяснять отношения, объяснять отношения девочки, там, про мальчиков, да, мальчики, про девочки, против кого будем дружить, там, и так далее. Да, 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 тусовочки, компания, вот это то, для чего дети... Лидеры, жгои, все в этом возрасте. Да, это то, для чего дети, собственно, ходят в школу и почему они скучают по школе летом. Жили по математике. Ну, это уже просто консульт, вот что человек, ну, вначале, вот учительница, это главный авторитет, постепенно, ближе к 12 годам, это вот... Авторитеты смещают у нас верстник. Да. Ну, да, совершенно верно. То есть в первом классе они еще, им интересно учиться, действительно, потому что... Почему? Потому что это еще тот процесс продолжается, когда они познают мир и делятся с миром своими достижениями, да, вот то, о чем мы говорили, начинают рисовать, там, танцевать, лепить или там еще что-то делать, музыку сочинять, стихи кто-то сочиняет из детей. Это еще продолжается по имерции тот самый процесс развития ребенка, познавания его мира. Вот. Возможно, здесь у нас нет такого возможности, да, проверить. Может быть, это бы и дальше как-то развивалось, но, к сожалению, в большинстве случаев школа действительно прерывает этот процесс раньше. То есть они дальше, эти два процесса, должны идти параллельно и развитие, и потребность социализации, да, социализироваться, там, со сверстниками общаться. Но в большинстве случаев, к сожалению, опять же, в школах происходит вот это смещение на общение со сверстниками, потому что учиться бывает скучно, бывает плохой учитель, бывает трудно, бывает и так далее, и так далее. Что про домашнее обучение, может быть, адекватная альтернатива до какого возраста. Здесь сложно сказать, опять же, вот если учитывать то, что я говорю, да, про потребность социализации все-таки у ребенка начиная лет с 8, 9, 10, да, когда уже ему и ролевые игры надо с кем-то играть, и общаться, и делиться, и вот тогда, возможно, не будет хватать ему общения со сверстниками. Если же вы можете ему обеспечить это общение в другом есть полноценное, тогда, наверное, как-то домашнее обучение это неплохой вариант, если только это разные, там, понятно, для учителя, может быть, даже как-то смена обстановки, то есть не учитель на дом, да, а учитель на дом, не знаю. А познавательная потребность может быть обеспечена таким образом, а вот социализацию надо как-то придумать. с инвалидностью, ну, с инвалидностью, понятное дело, конечно, ну, тогда, почему с инвалидностью, значит, можно обеспечить какое-то занятие, там, вдруг, ну, в какой-нибудь секции, в кружке, сейчас же много всяких разных таких возможностей, понятно, что не так, но как хотелось бы, но тем не менее, не есть. Вот девочка уже там, она уже там была и неинтересна. Потребность, заинтересованность в школе, потребность можно просто элементарно сказать, что ты была вот на тех курсах, но ты же не знаешь, какие ребятки придут, да, у тебя будут новые друзья, ты познакомишься с новыми друзьями, то есть здесь заинтересовать именно коллективом. Может быть, знания ты получишь какие-то, которых там сутки не было, да, учитель, учитель. Да, знания, это тут трудно убедить в том, что она их там получила, она же уже все знает, и вот, да. Значит, будет учительница какая-то тоже интересная. Учительница, наверное, была на курсах, она ее уже, она тоже знает. Ну, вот мне кажется, что здесь именно социализация, да, и новым, как бы, что будешь, теперь будешь как, как я, я хожу на работу, а ты будешь ходить в школу, да, это будет твоя, большая. может быть, таким образом, что появятся новые друзья, вот попробуйте друзьями, в эту речь, появятся новые всякие у тебя, задания, задачи, которые ты будешь выполнять, и тебе, возможно, тебе будет интересно это делать. А, еще можно сказать, вот, как хорошо, что ты ходила, а кто-то из ребят не ходил, может быть, ты сможешь кому-то помочь, да, ты, может быть, с кем-то сможешь поделиться всеми своими знаниями, это будет кому-то полезно. Ну, вот как-то. Ну, это надо конкретно, кто-то под ребенку уже. Ну, да, да, смотря, где у ребенка. Вот, нам уже надо поторапливаться, да, вот здесь мы еще не сказали, что по потребности в учебе, и вот важно здесь, очень важно, что ребенок увлекается то одним, то другим, да, часто. Начал бросил, начал, а у меня кружок охотный, еще и петь охотно, да. Вот родители часто это бесит, как я заплатила столько вообще денег, чтобы ее устроить в эту, так она хотела в это фигурное катание, вот я там столько денег заплатила. Большой теннис. Да. Фигурное катание еще, ладно, большой теннис. А теперь она говорит, не хочу, не пойду, и хочет идти уже куда, в совершенно другое место, на что надо еще, еще кучу денег. Надо, нет, вот считается, что надо заставлять, как уже деньги заплачены, и вообще, иначе у ребенка разовьется какое-то потребительство, и не разовьется упорство и терпение, и настойчивость достижения цели, надо пускай уже входит, вот, уходит в этот теннис, и уже добивается каких-то результатов в рождении, и так далее. Вот. Ну, что тут можно сказать, что, ну, отчасти может быть, то есть, опять же, надо смотреть на ребенка, то есть, если это все время так, то вообще-то, то есть, если это, в общем, так сказать, каждую неделю происходит, то может быть, как-то надо остановиться, но если ребенок действительно увлекся чем-то одним, он понял, что это не его, он еще не знает, что его, что, какая сфера деятельности, как-то, проявление, чтобы понять, что это интересно, попробовать просто, что именно его притягивает, что у него хорошо получается. Вот тут есть некая засада, потому что оно получаться начинает не сразу, многие тоже говорят, что вот он не нравится, потому что у него как-то не получается пока, если он по ногу походит, у него начнет получаться, но все равно оно должно как-то нравиться, в общем, не должно быть просто какое-то отталкивание. Так что тут надо тоже как-то так подходить достаточно гибко. Я просто хочу еще добавить, что причины могут быть разными увлечениями. Опять же, если мы говорим про социализацию, про то, что этот возраст, когда дети друг на друга смотрят и что-то там, если они раньше вас копировали, то теперь они могут копировать друг друга. Если Вася увлекается там теннисом, то Маше там тоже надо пойти играть в теннис, потому что ей нравится Вася, как один из вариантов, а не потому что ей нравится теннис. То есть здесь просто с ребенком нужно очень хорошо разговаривать о том, что ему, почему он туда захотел, что ему в этом привлекает. То есть сначала провести подготовительную работу и дать ему все-таки возможность попробовать не вбухивать сразу туда, да, там кучу денег, потому что на самом деле развитие развитием это все очень понятно. С другой стороны, извините, где возьмешь этих денег, столько это как раз тоже очень понятно. Поэтому здесь нужно соблюсти баланс, не отговаривать, да, и не говорить, что нет, на том случае ты вообще-то не твойек, но перед этим очень подробно, хорошо поговорить, рассказать, как все это будет, и сколько раз тебе заниматься, и вот то и все, и найти, может быть, возможность как-то попробовать, да, не так дорого, не сразу покупать там суперракетки, и суперформу, и вообще суперплатив за год вперед, да, за тренера, а просто попробовать в обычный там кроссовок, и какой-нибудь такой попроще ракетки. Вот, и точно так же там со всеми остальными, да, ведения деятельности, но то, что надо заставлять заканчивать, обязательно доводить до конца, вот это совершенно точно обход, потому что ребенок, вот Лена уже сказала, что ребенок еще не знает, куда он попал, и чем ему это все вылезет. И он в этом не виноват, потому что вот таким именно образом он получается, и если мы будем ему мешать, то пользу ему больше не окажет. Значит, с этим выворотом мы вроде бы закончили, кажется. Ну, здесь еще можно просто упомянуть про то, что ну да, 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 все. Ну, у нас осталось еще немножко времени, еще два возраста, еще успеем, может, про подростковый возраст, не более страшный для родителей. Вот так. Ну? Да. То есть потребности ребенка, основные потребности это, собственно, самоидентификация. ребенок должен наконец как-то определиться. Повторно, мы еще не сказали о том, что, кстати, ребенок вот в три года начинает, да, к трех годам, он должен уже идентифицироваться, чей я, да, мамин, папин, и кто я, мальчик, девочка. Это первичное его осознавание того, что все, он просто человек. Такой три года еще не сказали важную вещь, все, что мы пропустили, это, что вообще ребенок к трех годам должен научиться определять, вот что, сказать, вот это вот я сам, что он, извините, мы как-то проскочили, сейчас немножко вернемся, что научиться отстаивать свое мнение, то есть, во-первых, свое мнение осознавать, проявлять и за него, как бы, его отстаивать и понимать, когда, до каких пор его имеет смысл отстаивать. и вот это вот очень важная, сказать, способность, важная вообще в жизни, она как бы формуется на трех годах. И если ребенку, когда он там, я сам, что-то пытается делать, все время, все время это все запрещать, нет, ты сам делаешь плохо, я сама делаю все гораздо лучше, то, соответственно, он это не попробует, что не будет, то есть, инициатива тоже, как бы, ну, скажешь, почему-то он какой-то без инициативный, там, 15 лет. Ничего сам не хочет делать, ничего не придумывает, да, все смотрит, как делают другие, внести, как поступает, так, как ему родители скажут, или куда там сосед пошел, так далее. Вот это вот, значит, три года ребенок не достиг, чего он должен был достигнуть в этом возрасте. Вот, а вот в подростковом возрасте происходит повторная самоатентификация, когда ребенок должен уже точно определиться, что он вообще из себя представляет, какой он относится, тут принадлежность к группам каким-то, как этот ребенок начинает себя причислять каким-то там, или там, он рокер, или он там, байкер, или он панк, или он кто-то там еще, вот это, потому что, как он, с одной стороны, как вот кто-то, а с другой стороны, он совершенно особенный и не как все, то есть он как бы ищет баланс между своей уникальностью и принадлежностью к какой-то группе. И вот потребность социализации, она у нее проявляется не таким образом. Значит, возможности, но возможностей тут уже много, возможности, скажите, иногда переоцениваться, иногда, сейчас, многие считают, что это вообще уже как взрослый человек, все может сам и как бы и сообразить, и ответственность нести. Понятно, что ребенок еще, так сказать, не совсем готов критически что-то воспринимать, и к ответственности тоже он не совсем готов, то есть в какой-то мере. что значит, значит, ну про заблуждение, значит, одно из основных заблуждений, что ребенок уже, он все уже вошел, а родители его нужно не нуждается, они уже для него не авторитет. Ну, родители действительно перестают быть, то есть их авторитет подвергается очень сильным, серьезным испытаниям, потому что подросток начинает уже смотреть на них критически и понимать, что мама не самая такая первая красавица, а в общем-то такая, так сказать, уставшая женщина с не очень хорошей фигурой, и в общем-то у других детей родители иногда гораздо симпатичнее, не говоря уже про всякие там какие-нибудь фотомодели. А если она даже не уставшая и с хорошей фигурой, то у нее все равно обязательно найдется очень недостатка. Она не очень умна, например, она не разбирается в современной музыке, там, ну вообще макс, какие-то гаджеты, они не умеют с ними обращаться. что-то обязательно найдется. Вот. А и отец не такой уж вообще умный, то, что он говорит, вообще отсталый совершенно. А если не отсталый, то вредный. Требования какие-то совершенно неадекватные. И то, что как бы почему-то не разрешают вообще гулять до 12 ночи, это потому, что они просто отсталые, несовременные, вообще забыли, как они были молодыми и вообще не просто вообще они как бы уже отстали от жизни, не знам как. Вот. Ну, то, что ребенок в родителях не нуждается, это понятно, что это абсолютная иллюзия, потому что ребенок в родителях нуждается совершенно не меньше, может быть, чем в других возрастах, просто немножко по-другому. То есть он как раз нуждается, он в этот момент своих каких-то поисков себя, поисков своей идентичности, это очень для него мучительный вообще процесс, когда еще происходит гормональная вообще как бы вот ломка в организме, так сказать, происходит вот вот эти все гормоны, которые... Роль которых многие преувеличивают, потому что тут все происходит параллельно. И ребенок очень как раз нуждается в взрослому в том, которому много доверять. Почему часто роли родителей здесь, так сказать, берут на себя какие-то еще значимые взрослые, если родители не в состоянии уже как бы... Если они не сохранили или не сформировали верительные отношения, которые могли бы выдержать вот эти вот испытания критическим анализом, то у ребенка может появиться какой-то другой авторитетный взрослый, который будет... Катико-броска... Мнение которого будет для него значимо и иногда непререкаемо. Вот. И вот эти компании, в которые дети попадают, это тоже как бы взрослые часто преувеличивает опасность этого, то есть, если они считают, что ребенок с зелеными волосами слушает непонятно какую музыку ужасную и вообще как-то встречается с какими-то странными очень вечностями, то это в общем кошмар, надо бить тревогу, надо его оттуда вытаскивать срочно, потому что он обязательно станет маргиналом, вообще свихнется, сопьется или там станет наркоманом или вообще что-то с ним произойдет ужасное. Ну вот просто надо сказать, что на самом деле большая часть подростков эти компании и их нахождение в них спокойно переносит и остается живыми и здоровыми, и это просто тоже необходимая какая-то стадия развития, но понятно, что все равно родителям надо быть бдительным, потому что реальная опасность наркотики особенно, то, что может появиться, это может не остаться без последствий, или там криминальные какие-то эксперименты. Вот криминалы, наркотики, пожалуй, больше, ну, науковоль, понятно, да, вот это стоит, но вряд ли ребенок так вот сопьется сразу, но наркотики, наркотики, конечно, опасность представляют. Поэтому, если не это, то, как бы, вот само по себе такое вот поведение вроде бы, на первый взгляд, маргинальное, ничего, переживают они это, и дальше становятся вполне себе успешными и, так сказать, вполне социализированными людьми, но вот как бы это про, я хочу два слова добавить, да, у нас пять минут на последующий возраст осталось, что это просто очередное испытание, очередной способ исследования мира, себя в этом мире, да, и преподнесение, как бы, ну, вот соотношение, кто я по отношению к миру, кто мир по отношению ко мне, да, и поиск удобного для себя там места, вот и все, и про секс еще, не сказать, я сейчас скажу, что очень распространенная заблуждение, что подростки уже вообще с ними поздно говорить, они уже все знают и вообще просветят любого взрослого про секс и про отношения между половиной, вот это тоже заблуждение, потому что подростки вообще-то говорят, сами там какие-то опросы были, ну, не знаю, насколько там истерны, но в принципе говорят, что да, там какая-то часть подростков большая, большая часть хотела бы, чтобы с ними родители на эту тему разговаривали. Чтобы у них была возможность поговорить на эту тему с родителями. Да, а не со сверстниками там и с какими-то... И более того, знания их настолько иногда фрагментарно манифологизированы в этой области, что как дела, даешь, вроде как все считают, что вот сейчас полно открытой информации, даже иногда лишней, да, в интернете везде попало, но это не значит, что они знают как бы здесь все, и иногда эти знания очень искажены и далеки от реальности. Вот, и про юность, осталось там 4 минутки, я тогда в двух словах быстро скажу, что самое большое заблуждение про юность, это про то, что дети уже выросли, и они уже вообще могут все сами, они уже знают, чего они хотят, они должны знать, определиться с выбором профессии, они уже в принципе могут жениться, потому что ходить рожать детей, они уже могут жить самостоятельно, готовить себе льду, ходить на работу и так далее. Да, замечательно, только, знаете, долго не буду распространяться, расскажу, как мы проводим игру ролевую на тренинг, и там задание такое, у вас есть сын, там, неважно, приемный, родной, абсолютно вообще без разницы, да, ему 18 лет, он приходит домой, и он учится нормально, все замечательно, учится, студент хороший мальчик, приходит вечером домой, говорит, мама, папа, это Даша, мы любим друг друга и хотим жить вместе. Не один из за родителей, которые вот только что говорили о том, что они большие, то, что они все должны, ни один не выразил восторга по этому поводу, и когда частные мнения начинают слушать, все говорят, нет, ну как, они же, да, и вот, то есть вопрос понятен, да, что на самом деле это как бы есть, да, есть такая возможность, да, уже можно как-то вот к этому, об этом задумываться, но считать, что ребенок вообще все, он не нуждается в мнении родителей, он не нужен больше, а ему родители больше не нужно, все, вы его вырастили, теперь давай вперед сам, вот это самое большое заблуждение, потому что вот в завершении хочу просто сказать, как мы, мы рисуем обычную линейку такую вот на ней, рисуем возраста, представляете, да, вот 1, 1, 3, 3, 7, 7, 12, 12, 16, 16, 21, да, вот эти вот отрезочки, и на каждом отрезочке происходит такая вещь, смотрите, от нуля до года ребенок от вас отошел, в смысле, в год, вот в кризисной точке, в год ребенок от вас отошел на один шаг, а то вернулся к маме, да, год и три он уже чуть-чуть подальше от вас может отойти, там, бегать вокруг, да, по квартире, возвращается все равно к маме, там, в школу он пошел, он еще дальше пошел, он уже вышел за пределы, да, вот вашего только с ним взаимодействия, но он все равно нуждается в родителях. Подросток, он может вообще сесть на поезд и куда-нибудь усвестать там в другой город, да, и потом все равно он вернется домой. И точно так же и в юности, да, вот как бы в юности человек уже, да, действительно, он может уехать уже из другой города в другую страну, вообще жить, да, и как-то развиваться самостоятельно. Но задача, мне кажется, самое главное воспитание хорошего родителя, чтобы ребенок уехал в другую страну, сохранял вот эту вот связь, вот эту вот, да, как бы возвратную такую, чтобы сохранял потребность в родителях и стал с родителем друзьями, там, партнерами, да, и в то же время помню о том, что родители это хороший пин, хорошая стена, и он всегда может вернуться домой, где его любят так же, как вот на том первоначальном этапе, да, не за что-то, а просто потому, что вот он есть, такой он, он ваш. Вот. А про этот возраст, наверное, все, да, есть особо... Ну, про этот возраст, да. Да. То есть, в принципе, действительно, они уже достаточно самостоятельно, тут все по-разному развиваются в этом возрасте. Кто-то действительно может жить самостоятельно, кто-то, кому-то родители в большей степени нужны. Ну, вот эта вот ситуация, которую Наташа рассказала, тут еще, как бы, речь еще идет о том, что вообще, как бы, уже они должны понимать про вторжение на чужую территорию, да, то, что как-то, то, что людей возмущало не только то, что сын создает уже семью, но то, что, как бы, он создает ее на территории родителей, потому что вот это, как бы, тоже некое нарушение своих границ, и это то, к чему-то, к чему тоже, как бы, хорошо бы, чтобы научились, да, люди к этому возрасту, что хорошо как-то вот уважать чужие границы и их стараться не нарушать. А это, опять же, к возрасту предыдущему, то есть, понимаете, о чем идет все время речь, о том, что каждый последующий возраст – это результат того, что было в предыдущем, да, и в юности, и в подростковом возрасте вы получаете тот самый кризис, там, я сам, если вы его не прошли, да, и раннюю социализацию, и все такое в юности, значит, ваши, если были какие-то, там, не очень понятные в подростковом или предподростковом возрасте, когда ребенок перестает с вами делиться, да, чем-то, потому что он считает, что ваше мнение – это только запрет, там, нет, только осуждение, он пойдет поделиться с своим другом, и вот такая вот привычка накапливается, и не желание с вами о чем-то рассуждать, она уже сохраняется, и в юности вы уже действительно мало, чем в юности вы полезны, да, если же вы в каждом предыдущем возрасте, то есть в каждый последующий возраст приходится с хорошим таким багажом предыдущего, да, с правильным… Сохраняя взаимоотношения, доверительные, главное доверие сохраняя. Сохраняя доверие и уважение к ребенку, да, понимая с самого рождения, что он уже лично со своими вкусами предпочтениями, но помогаете ему осваивать этот мир, и вот свои методы воспитания, они должны быть направлены на помощь ребенку, да, на то, чтобы он выходил в этот мир свободным и достаточно чувствовал как бы себя в безопасности, и понимал, где опасно, где безопасно. Когда в юности вы сохранитесь с ним, в общем-то, и в дальнейшем, естественно, да, вы, как говорили, про возрастное, это детское развитие, вы сохраните с ним хорошее отношение. Ну, в юношеском возрасте часто как бы отношение ребенка к родителям уже меняется опять, то есть он происходит некий такой возврат, то есть он понимает, что родители все-таки, хоть они, если в подростковом возрасте он вообще считал, что они какие-то отставшие, заблудшие, то в юношеском возрасте, в принципе, они вроде как и ничего, и даже много из того, что они говорили, но очень не так уж и бессмысленно. Да, и пускай будут и вредными, и такие, какие есть, да, то есть адекватно начинают оценить. И вот это как раз то, что происходит у Норвы, потому что к моменту, когда он сам готов стать родителем, он уже с родителями, кстати, общается со своими собственными, ну, примерно на раму. Это как раз факт, когда возрастает. Да, и в окончании времени у нас закончилось, про Марк Твен мы скажем и закончим. Ну, да, Марк Твен, цитата из Марка Твена в 15 лет, я понял, что мой отец дурак, а вот к моему 21-го года он вдруг резко поумел. Да, это может про то, что происходит в реальности, в отношении с традицией. Вот, ну все, время у нас закончилось, да, поэтому на этой торжественной минуте мы с вами попрощаемся. Да, спасибо за внимание. Будем признательно за какие-нибудь, если вы пришлете к культурзову или вопросу. Интересно вам эта тема или нет? Стоит ее продолжать? Да, все, тогда да. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...